всем привет одна моя старая знакомая попросила меня посмотреть и прокомментировать фильм константина богомолова содержанки исключительно из дружеских чувств моей неубиваемой любви к русскому кино я посмотрел и покомментирую не забудьте подписаться поставить лайк дизлайк отписаться если вам не нравится и поделиться своих соцсетях чтобы все ваши подписчики и друзья знали какой я болван и чипец содержанки исключительно замечательное кино я посмотрел два сезона планирую посмотреть 3 и мне есть что вам рассказать заморачиваться с сюжетом авторы не стали здесь как бы две концепции как говорится взболтать но не смешивая джеймс бонд если кто не знает и относился до коктейлю мартини не путать с вермутом мартини коктейль готовят путем смешивания специальном стакане водки из хоу-мартини вермута джеймс просил взбалтывать его в шейкере в общем оригинальный человек по мне разницы никакой так вот сюжетная составляющая это с одной стороны детектив убивают молодую женщину как выясняется беременную и вот весь первый сезон идет довольно вялое следствие сценаристы объясняют вялость следствие влиятельностью подследственных однако я объясняю вялость вялостью самих сценаристов в конце сезона они просто ткнут пальцем в убийцу на чем детективная составляющая и умрет это дворецкий дворецкий вторая часть сценарной концепции это взаимоотношения по большей частью любовные в финансовой и политической элите взаимоотношения здесь в основном сексуального характера российская элита только и больше ни черта не делает собственно на этом и строится основной монок фильм звезды российского кино занимаются сексом под красивую музыку такие длинные эротические клипы довольно нудные на мой вкус но их очень много актер очень красивые тела их безупречны исключая сергея бурнова конечно но он кажется и не претендует особенно собственно плавно переходим к режиссуре самое ценное самое главное в кино это атмосфера может быть сколь угодно дурацкий сюжет масса несостыковок отсутствия мотивации но если есть атмосфера то фильм считаете получился может быть и наоборот и так удалось ли режиссеру создать атмосферу вопрос на самом деле сложный я бы на него ответил с некоторым допуском почти да почти да режиссер безусловно талантлив но вероятно немного глупого глупость его проявляется не в том что он не понимает что делает все он отлично понимает а в том что он полагает что я простой зритель ничего не пойму и он начинает для меня упрощать и утрировать например характере герою они чрезвычайно однобокие героиня дарьи мороз лена широкого она как бы такой стальной характера знаете как баба с яйцами стойкая прямолинейная не управляемая такая вся правильная но при этом неправильная она изменяет мужу потом изменять жениху бегает то туда то сюда со всеми спит то она сохраняет семью до последнего вздоха то бросает ее как только появился богатый любовник игра дарьи мороз сильно отличается от того как этого персонажа прописали сценаристы как видите по поступкам персонаж довольно противоречив а по поведению он довольно однобок и объяснение этому очень простое дело в том что авторы писали сложную драму а режиссер решил все упростить из двух соображений первое зритель у нас туповат ему надо все упрощать он сложный характер в слове сложных взаимоотношений не поймет ему надо попроще кровать насилие деньги и 2 в целях экономии бюджета посмотрите как разыграно большинство сцен герои все время говорят на сильно пониженных тонах это блистательный режиссерский или даже продюсерский прием не надо репетировать не надо простраивать эмоциональную логику не знаю существует ли такой термин я не теоретик однако я думаю все меня понимают простраивать эмоции очень сложно это такая титаническая умственная работа актеров вместе с режиссером но константин придумывает гениальное художественное решение принципиально меняющий объем работы все говорят низко тихо без эмоциональной глядя в одну точку перед собой как бы в задумчивости если бы так было сделано хотя бы половина сцен было бы круто но весь фильм это перебор да я знаю что автор сценария является режиссером это не отрицает мои мысли пока богомолов писал он был сценаристом когда ставил стал режиссером тут противоречия нет пример лены широкого и в миру дарья мороз показательным тут мы плавно переходим к актерским работам не покидая зоны режиссуры фактически все герои обладают одной чертой которую автор выпячивают так чтобы даже малолетний дебил малолетний дебил вы поняли кто из кто олигарх ольховский в исполнении актера мишукова он такой суровый олигарх суровый немногословный без эмоциональный все вопросы решающие быстро и легко максим глушков следователь и любовник лены широковой он такой знаете подон следователь подонок каким его представляет большинство людей муж лены вселенская чмо а кем еще может быть учитель тем более учитель года чмо и задро если пройти дальше по персонажем то это те же штампы чиновник жена чиновника влиятель и кгбшник папа жены чиновника и так далее и тому подобное штампы не самого лучшего пошива довольно примитивный при таком подходе сразу виден уровень актера степень его дарования более-менее выруливает актер бурунов хоть какая-то глубина личности проглядывает сквозь его глаза очень хороший Александр Кузнецов пожалуй лучшая роль в фильме это роль кира неплохая софья эрнст за ней есть персонаж он чувствуется остальные все абсолютно ровные и закрытые во главе с Дарьей мороз смотреть на нее очень скучно кроме красивой фигуры и такого самолюбования с невероятным опломбом показать ей было нечего тоже касается взгляда на мир в мире богомолова нет эмоций есть расчет и все делается за деньги за секс или за секс и деньги это мощное упрощение потому что ты дорогой зритель дебил дебил конечно подпись под заявлением о профессиональной непригодности и эта профессиональная непригодность проявляется в отдельных сценах с невероятной яркостью вот у вас фильм у него есть концепция он отражает показывает мне человеку простому мир российских элит автор пытается делать это очень достоверно как ему кажется мир российских элит циничен но начинается ток-шоу внутри фильма и фильм превращается в такую пародию на большую разницу была такая программа на первом канале и это разваливает только начавшую было выстраиваться атмосферу таких нелепостей достаточно много чтобы суметь развеять такую тонкую невероятно нежную субстанцию под названием атмосфера очень суровый прибогатый олигарх ездит на переднем сиденье не постоянно но бывает сам носит взятки следователем прощает предательство адвокат предательство могло стоить ему жизни но он крупный олигарх продолжает доверять предателю почему этот адвокат его сын что заставило ольховского простить нет ответа отдельная история адвоката и никиты лис на исполнении леонида бичевина как вы себе представляете адвоката крупного олигарха с темными делишками это наверное такая акула адвокатуры да посмотрите фильм миллиард это адвокат тут у нас товарищ на побегушках которым показали полсисечки он тут же сдал все секреты своего босса серьезно при том что он знает какие страшные люди за ним стоят и какой мотив полсисечки конечно авторы намекают на любовь но любовь это же не мотив можно любить но языком не болтать во вторых если это любовь только это уж слишком быстро возникающее прям что адвокат не может не видеть мотивов соблазняющие его стороны в общем дерьмовый у ольховского адвокат впрочем под стать олигарху второй сезон не сильно отличается от первого несмотря на смену режиссера впечатлила меня погоня снятая режиссеркой второго сезона дарьи жук невероятный накал правда и великолепный финал погони стоп-кадр дороги я аплодирую стоя невероятные художественной мощи во втором сезоне кстати почему-то все мельчают олигархи чиновники артисты не знаю с чем это связано появляется более крупные рыбы еще более молчаливые еще более циничные еще более безэмоциональные самое любопытное знаете что в фильме вообще нет содержанок ни одной вообще все герои талантливые люди из народа просто путь наверх лежит через постель элиты вы заметьте никто из них добившись внимания влиятельного лица не останавливается и не становится содержанкой а продолжают упорно трудиться конечно богомолов представляет их труд такой легкой прогулкой но представьте себе героиню например карины она была могла ничего не делать но она снимается поет это адовый график и богомолов тут идет на поводу у как бы ожидания публики которая как ему кажется или может быть он в этом уверен что актер это лежи в кадре и загримированный и херню неси а певица это так веселое открывание рта это конечно же не так это большой труд и богомолов это знает ему кажется что публике заигрывание понравится возможно смысловая концепция в том что все мы содержанки и существующая система выстроена таким образом что каждый из нас вне зависимости от таланта для достижения успеха вынужден ложиться под чиновника или олигарха хотя кто и такой чтобы подозревать режиссера богомолова в такой фронте режиссер богомолов конечно на слуху я увидел первую его работу работа слабая провисы затянутые сцены нелепый темпорит неровная стилистика примитивные представления о жизни не очень понимаю с чего такая любовь к режиссеру как к режиссеру как актер он хорош но достаточно однобок я видел в сериале федора сергеевича бандурчука пси резюмировать не буду если вам нравится разбирать фильмы наблюдать за отдельными прекрасными работами отделять их от работ неудачных то этот фильм хороший практикум если вам нравится кино не заморачиваться на какие-то его составляющие а просто кино с атмосферой эмоциями приключениями развязками то пожалуй лучше поискать другой вариант подписывайтесь на канал ставьте лайки и делитесь этим видео соц сетях